Теплый хлеб И сказочные мотивы в сказке Полстовского «Теплый хлеб». И сегодня на уроке вы познакомитесь с содержанием сказки «Теплый хлеб» и ее героями. Проанализируйте эпизоды, которые важны для характеристики героев сказки. Узнайте, что такое психологический параллелизм в литературе. Научитесь определять реальные и сказочные мотивы в сказке. Ребята, давайте погрузимся в начало сказки. Вспомним, что события, описанные в ней, происходят во время Гражданской войны. Очень тяжелое, голодное время. Познакомимся с глоссарием урока. Кавалеристы – это военные, служащие в кавалерии. Кавалерия – конница, род войск, в котором для ведения боевых действий и передвижения использовалась верховая лошадь. Околица – окружающая местность, округа. Вороной – о масти животных черны. Давайте прочитаем начало сказки. Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше. Ребята, как вы думаете, почему автор дает ей такое название? Какое главное человеческое качество он хочет подчеркнуть в жителях этой деревни? Вы можете ответить так. Бережки от слов «беречь» – «оберегать». Само название говорит о том, что люди, живущие в деревне, должны беречь друг друга, жить мирно, приносить друг другу добро. Читаем дальше. Но в тяжелое и голодное время Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам, побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольные ботвы или черствого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый пострадал от врага. Ребята, слово «побираться» имеет следующее значение – просить милостыню подаяния. Героями сказки являются мельник Панкрат и мальчик Филька. Давайте познакомимся с ними поближе. Мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колтуном. Мальчик Филька – сирота по прозвищу «ну тебя». Филька был молчаливый и недоверчивый, и любимым его выражением было «да ну тебя». Жил со своей бабушкой. Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом «да ну тебя, ищи сам». Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал «да ну тебя, надоело». Ребята, подумайте и ответьте, почему Филька был грубым, недоверчивым и неласковым мальчиком. Вы можете ответить так. Он – сирота, обзеленный родительской любовью и лаской. Возможно, Филька мало видел добра и поэтому не доверял людям. Читаем дальше. Филька, нехотя встал, вышел за калитку, конь переступил с ноги на ногу и потянулся хлебу. «Да ну тебя, дьявол!» – крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал. «На вас не напасешься, на хресторатников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!» Слово «хресторатник» здесь обозначает «попрошайка». Читаем дальше. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом и точь из голых деревьев в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца. Так уже мело кругом и хлистало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И все выше взливались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Читаем дальше. Филька вскочил, наконец, в избу, припер дверь, сказал «Да ну тебя!» и прислушался. Ревела, обезумев метель. Но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам. Ребята, подумайте и ответьте. Какой вывод вы можете сделать на основе анализа этого эпизода? Почему природа так отреагировала на поступок Фильки? Какую важную мысль хочет донести до нас автор? Ваши ответы могут быть такими. Природа в сказке выступает живым, действующим лицом и отвечает на злой поступок Фильки. Метель началась в тот момент, когда Филька обидел коня. В этом поступке неуважение к природе. Конь и человек – часть природы. Обидев коня, Филька оскорбил окружающий мир. Природа решила заступиться за коня. Злой человек принес зло живому существу. Все сковало льдом. Ребята, сегодня мы познакомимся с новым термином – психологический параллелизм. Это стилистический прием в литературе, необходимый для того, чтобы сравнить два явления путем параллельного их представления. Он заключается в сопоставлении мотивов, картин, явлений природы, человеческих поступков и отношений. Параллели этой сказки следующие – жестокий и грубый поступок мальчика и описание страшной метели и надвигающегося на деревню лютого мороза. Силы природы наказывают Фильку и всю деревню за проявленную человеческую жестокость и заставляют героя усвоить урок и изменить свое отношение к людям и окружающему миру. Бабка рассказывает мальчику о том, что сто лет назад в деревне уже был лютый мороз. Тогда обидел злой мужик раненого солдата. Случай, рассказанный бабкой, похож на случай, который произошел с Филькой и раненым конем. Писатель не оправдывает поступок Фильке, но дает надежду, что можно все исправить. Ребята, читаем дальше. По совету бабки Филька обращается к мельнику Панкрату за помощью, понимая жестокость своего поступка, необратимость того, что произошло в деревне. Сюжет сказки «Теплый хлеб» развивается так, что реальные события в ней тесно переплетаются с фантастическими. В любой сказке обычно присутствуют волшебные герои-помощники. И в сказке «Теплый хлеб» они тоже есть. Ребята, подумайте, кто это? Кто помог мальчику исправить зло и принести тепло в деревню? Уверена, что вы все справились с заданием, это была сорока. Сорока полетела к теплому морю, разбудила летний ветер, попросила его прилететь в деревню и принести тепло. А вот как об этом говорит Полстовский. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему пролютый мороз и упросила его прогнать этот мороз помочь людям. Ветер будто бы не осмелился отказать ей сороке и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. Ребята, распределите события и образы произведения в две колонки – реальные и сказочные. Ребята, проверьте себя. Реальные события и образы следующие. Война, раненый конь, голод, рассказ бабки о происшествии столетней давности, инвалид, просящий подаяние, унижение. Решение Фильки – идти за помощью к людям, совместная работа, труд, радость, прощение, примирение с конем. Сказочные – это мельник-колдун, силы природы, свист, вызывающий стужу, сорока, летящая за помощью к теплому ветру и ее болтовня. Подведем итоги урока. Сегодня мы познакомились с содержанием сказки «Теплый хлеб» и ее героями. Проанализировали эпизоды, важные для характеристики героев сказки. Узнали, что такое психологический параллелизм в литературе. Научились определять реальные и сказочные мотивы в сказке. Наш урок подошел к концу. Благодарю вас за внимание и отличную работу. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова